ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ГОЛУБЫЕ ГАЛОВЫ ЕЩЕ ВОПРОСЫ? ПРЕДСТАВТЕСЬ ПОЖАЛУСТЬ АЛЕКСАНА ИВЛИНАНИКИ НА АМВЕСТ НА АЛАКЕ ОСТАГЛАССЯ ИВАН БАХ С ЧЕМ ЭТО ТВЯЗНОК? Накануне было травм ВОПРОСЫ? Если нет, то в зале вопросов, то тогда обратимся к нашим онлайн журналистам, которые к нам присоединились. Есть вопросы? Адриан? А слышно меня? Да, слышно, сейчас можете задать свой вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Александр Иволик, Трибунагон. Ярий Станиславович, сегодня вы вышли играть по системе 3-5-2 на сети центр. Почему решили выбрать такую расстановку, такую систему игры? Ну, немножко по системе игры вы неправильно. 5-3-2. Ну, я про то, что центр у нас сети. Ну, на это были основания, чтобы у нас сети цели. Понимаете? На это были основания. Окей. Игорь Шитов проводит очень хорошие отрезы. В прошлом туре был один из лучших, сегодня один из лучших. Вернули его в состав после того, как возглавили команду. Почему так решили и довольны ли вы его играть? Ну, в принципе, я бы не хотел выделять, что Игорь Шитов или еще кто-то. Но, в принципе, команда стала очень мобильной. Немножко там не хватает, конечно, скоростных действий, скажем, игроков. Но команда стала очень мобильной и, значит, стала мощнее. Сегодня в заявке где была Максима Плотникова? Почему его не было и как вы оценили свою игру в Константиновке? Ну, Максим получил травму. Оценивать, ну, как бы, оцениться сами. Моя оценка, как говорят, ничего не значит. Поэтому постарайтесь сами оценить. Поэтому вся команда играла на победу и вся команда играла хорошо. Артем Суховский отсутствует уже в которой заявки на матч. Сегодня комментаторы сказали, что он сдавал тест на коронавирус. Результат отрицательный. Правда ли это неправда? И как вообще команда сейчас борется с этими последствиями коронавируса? Какие-то профилактики проводите и еще что-то? Ну, я тоже сдавал тест на коронавирус. О чем это говорит? На профилактике в любом случае. Тест ничего не подтвердил. Но человек, когда после болезни, ну, давайте так. Чтобы набрать форму после болезни, нужно определенный промежуток времени. Ну, вот он и набирает эту форму. Надеюсь, скажем, это произойдет быстро. Спасибо. И еще один такой вопрос. Как оцениваете стартовый отрезок в «Динамо»? Три матча, два поражения. Как к этому относиться? Что нужно сказать болельщикам честно? Ну, как относиться, как и к поражениям. Любому поражению, любое поражение, да. Но постараться, скажем так, делать глупые ошибки, когда ты или сбрасываешь себе, и там человек выходит один в один, или ты не добираешься до мяча, пустые ворота забирают. Ну, скажем, или тебя забивают с 30 метров. Не делать ошибки вот такие. Хотя они как бы просчитанные ошибки. Поэтому не делать своих каких-то таких глупых ошибок. Почему? Потому что, ну, команда играет агрессивно, команда играет быстро. Вернее, старается так играть. И еще выровняем ситуацию. Значит, футболисты хотят выровнять ситуацию в командах. Этого очень хочется. Бывают такие промежутки времени. Спасибо. Еще вопросы у кого-нибудь есть? Спасибо тогда всем большое за то, что... А вон, кто-то машет. Так, кто-то машет. Подключите. Меня слышно? Да, слышно, да. Александр Розе Столица. Следующий матч у команды с Ислач, вы что-нибудь уже об этом сопернике можете сказать? Хороший соперник. Очень. Организованная команда, очень организованная. Одна из самых организованных в чемпионате. Играет долго друг с другом. Ну, поэтому их... В этом, наверное, их... Такую силу. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.